С вами Ермухаммед Ертезбаев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В чем Зеленский обвиняет страны Центральной Азии? Кто обманул семью Бешимбаевых? Почему ущемляют права людей в возрасте? А также разрешат ли религиозные лекции и хиджабы в казахстанских школах? Обсудим прямо сейчас! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Давайте вместе создавать медиа нового формата. Президент Украины Владимир Зеленский провел брифинг для журналистов из Центральной Азии. Зеленский считает, что во внешней политике, несмотря на заявленный нейтралитет, лидеры стран региона больше склоняются к Кремлю. Дословно цитирую. У лидеров ваших не совсем баланс. Я считаю, что они больше в русскую сторону из-за страха перед Кремлем. Конец цитаты. Я считаю, что это в высшей степени некорректное высказывание и недопустимое. Вообразите только! Десять лет до Казахстана официально не признает, что Крым законно вошел в состав Российской Федерации. Президент Тукаев единственный не только на постсоветском пространстве, но и в мире, который заявил, что Казахстан не признает квази-государственное образование ДНР и ЛНР. Это вообще-то дорогого стоит с точки зрения поддержки украинской государственности. Мы же потом получили шквал российских ястребов, я имею в виду нападки, да, и не только из Госдумы, которые выступили с угрозами и территориальными претензиями в наш адрес. Но, слава богу, эти деятели не имеют какой-либо реальной власти в России. И что значит вот эта странная фраза? У ваших лидеров не совсем баланс. Наоборот, президент Тукаев очень продуктивно балансирует не только по вопросу российско-украинского военного конфликта, но и в целом внешнеполитического курса Казахстана. Скажу больше, сбалансированная политика Тукаева за последние пять лет мощно укрепила национальную безопасность нашей страны по всему периметру наших границ. Дональд Трамп говорит, что через пять месяцев начнется Третья мировая война. Так вот, Тукаев проделал такую гигантскую работу во внешней политике, которая позволит Казахстану избежать участи пострадавших стран. Вспомните две мировые войны. Вся Европа лежала в руинах. Десятки миллионов убитых. Но Швеция и Швейцария именно благодаря нейтралитету и искусной дипломатии избежали вот этих страшных мировых катаклизмов. Некорректно заявлять, что мы поддерживаем только русскую сторону. Хотя бы потому, что Казахстан соблюдает санкционные требования Запада. Россия – это самодостаточное государство с тысячелетней историей, мощным ядерным потенциалом и одним из сильнейших военно-промышленных комплексов в мире. Россия выдержит и выдерживает любые санкции. Но если такие же санкции США и коллективный Запад применят по отношению к Казахстану, то и, знаете, вот месяца мы можем не продержаться. Начнется тотальный экономический кризис с непредсказуемыми последствиями. Сбалансированная дипломатия Токаева в этом вот треугольнике – Россия, Китай и Соединенные Штаты с коллективным Западом – это не минус, а как раз-таки большой плюс, очень большой плюс для нашей страны, для нашего народа. Я считаю, что оскорбительное и провокационное, по сути, утверждение украинского президента, который, кстати, нелегитимен с 20 мая сего года, утверждение о том, что Казахстан и страны Центральной Азии испытывают страх перед Кремлем. Какой страх, если торговые обороты у Казахстана с Россией – 27 миллиардов долларов? Какой страх, если Казахстан и Россия – стратегические союзники и партнеры в Евразийском Союзе? ШОС, ОДКБ, Таможенном Союзе. Какой страх, если наша нефть идет по Каспийскому трубопроводному консорциуму через территорию России до Новороссийска, а это 40% нашего государственного бюджета? Какой страх может быть у Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана? Перед Россией, если 10 или 12 миллионов граждан этих трех стран работают и живут в России, высылают деньги на родину и способствуют экономическому развитию своих народов. Наши предки столетиями дружили вместе с другими нациями и народностями. И в Царской России, и в Советском Союзе, и в постсоветском периоде мы выстроили добрососедские и взаимовыгодные отношения. Я убежден, что у России нет и не будет каких-либо планов по военному вторжению в Центральную Азию. Ну, во-первых, таких планов просто нет. Во-вторых, если, не дай бог, ястребы в России возьмут верх и захотят осуществить какие-то зловещие планы, то вот здесь, в отличие от Украины, уже весь мир, весь абсолютный мир поддержит Центральную Азию. У Центральной Азии с Россией вообще прекрасные отношения. И нет абсолютно никаких причин для обострения отношений. И потом, есть такая вещь, знаете, она называется как прагматизм. Зачем России потенциальная какая-то война с Центральной Азией, где 75 миллионов человек в совокупности, где Китай гарантировал нам территориальную целостность, да и сама Россия является гарантом нашей независимости по международным соглашениям. Украина, вы поймите, Украина совсем другое дело. Россия, исходя из своих общенациональных интересов и национальной безопасности, просто не может сосуществовать вот с этим проектом анти-Россия, в которую превратилась Украина. Мы не проводили разнузданную десоветизацию, декоммунизацию, как в Украине. Не героизировали там Туркестанский легион, который сотрудничал с нацистами. Не раздували русофобию. И с какой стати мы должны испытывать страх и портить отношения с Россией, которая является великой державой, самым мощным ядерным арсеналом в мире. Кому война, кому мать родна. Если Зеленский решил воевать до последнего украинца, то у нас другой подход. И с этой точки зрения, внешняя политика Казахстана сейчас это своего рода победа президента Токаева. За время президентства Токаева многовекторность внешней политики Казахстана стала ощущаться более четко, чем раньше. Оставаясь открытыми миру, мы проявляем бдительность и проактивность в противодействии внешним вызовам. Будучи полиглотом, очень мудрым дипломатом и прагматичным президентом, Казахстан Жамар Токаев диверсифицирует многовекторную внешнюю политику как бы фронтально и вширь, не опираясь только на одну силу. В данном случае на Российскую Федерацию или Китайскую Народную Республику. «Один язык приводит вас в коридор жизни. Два языка открывают все двери на этом пути», отмечал психолингвист Фрэнк Смит. Конечно, владение Токаевым пятью языками, среди которых казахский, русский, английский, китайский и французский, помогают ему беспрепятственно построить диалог со многими мировыми лидерами. И дело тут не только в правилах политического этикета, но и в интересах государства. Знание языка, культуры, истории другой страны позволяют найти точки соприкосновения, понять позицию собеседника, его принципы, что дает возможность, в свою очередь, вести поиск точек взаимопонимания, компромисса даже в ходе сложных переговоров. И считаю, что политик международного уровня, он должен обладать именно таким набором качеств и навыков. Для такого большого государства, как Казахстан, односторонняя ориентация на какой-либо один центр притяжения, будь это даже благополучная Европа, не является источником счастья или благотворного влияния. Напротив, я убежден, что с точки зрения фундаментальных долгосрочных интересов страны, это недальновидно, неосуществимо, политически и экономически ущербно. Казахстан уже давно определился с приоритетами внешней политики и неукоснительно им следует. И наши принципы многовекторности признаны международным сообществом как адекватные нашему статусу лидера Центрально-Азиатского региона. А вот как высказался о роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития в рамках государственного визита в Сингапур президент Классажимар Тукаев. Цитирую его. «Мы никогда не будем колебаться в защите законных прав и интересов Казахстана, не говоря уже о том, чтобы жертвовать нашими основными интересами. Иногда к нашей позиции относятся скептически, критикуют за нейтральность». Ну, вы в этом убедились, да, когда про Зеленского говорили. Однако нейтралитет не следует принимать за отсутствие убежденности. Напротив, это сознательный выбор в пользу дипломатии и диалога, а не конфликта и принуждения. Этот выбор является нашей сильной стороной, позволяющей нам помогать преодолевать глубокие разногласия от территориальных споров до идеологических конфликтов». Конец цитаты. Все, что я говорил выше, подтверждается этими словами президента Тукаева. Глава государства проделал большую работу за прошедшие пять лет, а власти Украины, видимо, находясь в эйфории от поддержки Запада, пытаются расколоть страны Центральной Азии, внести смуту. Но мой вам совет со своим уставом – разберитесь в своем искусственно созданном хаосе. Дело Бешимбаева оказалось хорошо спланированным проектом кем-то в верхних этажах власти. Такое мнение высказала на своей странице в Фейсбуке Гульжан Иргалиева. Я согласен с ее точкой зрения. По словам известного журналиста, дело Бешимбаева стало неким белым шумом способом психологической манипуляции общества и эдаким хитрым маневром, чтобы отвлечь народ от других более важных проблем в стране, от тех же паводков или вывоза миллиардов долларов из страны различными семейными банками. С мнением Иргалиева и сегодня солидарны многие эксперты, которые считают, что правосудие над бывшим министром экономики свершилось в социальных сетях, где подогретая извне толпа устроила показательную расправу. В ходе чего безболезненно протащить буксующий уже не один год сырой закон о домашнем насилии. Отныне лоббисты этого законопроекта будут иметь некие рычаги влияния на власть и общество, в том числе и на правящую элиту. Ну, той ее части, которая тоже побивает своих жен. И подтверждения нам долго ждать не пришлось. В публичном поле уже появились заявления об абьюзе от супруги казахстанского дипломата и жены районного Акима. И думаю, что это только начало. По хитрому плану режиссеров этого показательного судилища, так вот казахстанское правосудие продемонстрировало всему обществу и миру наличие реформ в стране на примере публичного процесса, заработав якобы доверие к новому Казахстану. Согласно информации, циркулирующей в кругах близких к власти подсудимому и его семье предложили сделку, чтобы те согласились на суд присяжных и открытый процесс с прямой трансляцией процесса взамен того, что Бешимбаев получит свой законный срок до 15 лет лишения свободы. В итоге трансляцию провели, довели общественность до предела и, испугавшись такого колоссального негативного резонанса, дали Бешимбаеву срок на полную катушку. Хотя любой здравомыслящий юрист признает, что 24 года – это несоразмерный приговор не только по фактам содеянного, но и по общей практике в стране. Заместитель председателя агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу Женис Елемесов на этой неделе объяснил, когда ведомство проведет проверку активов семьи осужденного экс-министра Куандыка Бешимбаева, сообщает закон.гезет. На сегодняшний день у нас зарегистрированных уголовных дел не имеется, но мы проверки глобально вообще в части незаконно приобретенных преступных доходов мы на постоянной основе проводим. Эти работы у нас, если где-то были какие-то незаконные доходы, которые были получены преступным путем и легализованы, мы обязательно их привлечем к уголовной ответственности. Что касается именно конкретного уровня по петиции, давайте мы дождемся результатов петиции и параллельно мы ищем этот вопрос. Интересно, а вот с каких пор правоохранительные органы по просьбам или из-за давления частных лиц выясняют природу происхождения активов отдельных казахстанцев? В одном из своих последних интервью борец за права женщин Айтым, он же Айтбек, он же Нукенов, он же Аман Гельды, он же патологический психопат, ударивший ножом другого человека. Де-факто это было покушение на убийство. Вот, так значит, он заявляет, что будет добиваться тщательного расследования происхождения имущественного состояния активов членов семьи и родственников Куандыка Бешимбаева. И как рычаг давления на АФМ размахивает петиции с якобы 50 тысячами подписей, я бы посоветовал семье Бешимбаевых также инициировать проверку законности бизнеса семьи Нукеновых. По крайней мере, в их родном Павлодаре очень много не просто слухов, а фактов о неправомерных действиях отца семейства. А если быть объективным, то появление такой тенденции очень опасно. И чревато тем, что, к примеру, конкуренты в бизнесе будут инициировать друг против друга такие вот проверки с целью поглощения или устранения. Вот, когда слышишь такое, я имею в виду позицию АФМ, хочется воскликнуть. Да вы что? Вообще весь народ за лохов держите, если семья Бешимбаевых должна ответить за весь негатив, который накопился за четверть века в нашей стране. Грешили, образно говоря, все, а должна за все ответить одна семья престарелых пенсионеров Бешимбаевых, единственного сына, которых закатали аж на 24 года, по полному, бесправовому, беспределу, если хотите. Агентство по финансовому мониторингу, если вы меня слышите, может, вы не ту семью выбрали в качестве преследования? Это во-первых. А во-вторых, агентство по финансовому мониторингу расследует экономические, налоговые преступления, лжепредпринимательство. Какие смелые и принципиальные у нас руководители АФМ, чтобы потрафить беснующейся толпе и улюлюкающей толпе, они готовы проверить законность происхождения собственности одной семьи Бешимбаева. А кишка тонка, чтобы проверить законность происхождения капиталов наших миллиардеров, входящих в мировой Форбс. За последние 10 лет из Казахстана вывезено 170 миллиардов долларов. Это в три раза больше, чем в нацфонде страны. Позиция АФМ по этому вопросу такова, дословно цитирую. В Казахстане сложно доказать умысел незаконного вывода денег из страны. Поэтому руководитель агентств с удовольствием готов сделать из семи Бешимбаева главного клептократа и казнокрада страны. Неоднократно подчеркивалось многими экспертами, что дело Бешимбаева было раскручено с целью отвлечь внимание общества от самых актуальных и злободневных кричащих вопросов и проблем нашей действительности. Мой друг Вадим Борейко посвятил даже целую программу происхождению капитала в семи Бешимбаевых и огласил, что по соцопросам только 0,4% казахстанцев поддерживают Бешимбаева. Если перефразировать Остапа Бендера, то можно сказать, вот при современном развитии печатного дела на Западе сделать соцопрос с пара пустяков. А допустим, Борейко назвал реальную цифру. И что? Было время, когда 99,99% людей на Земле считали, что Земля плоская. Вот как историк я могу привести во всемирной истории много примеров, когда один человек был прав, а миллионы вокруг него заблуждались. Моя позиция по Бешимбаеву простая. Он должен быть наказан, но по закону. По статье 106 Уголовного кодекса. И сам Бешимбаев признал свою вину за содеянную именно через призмы этой статьи. Короче, я за правовое государство. Имею я право на это? Если кто-то считает, что процесс над Бешимбаевым закончен, как в знаменитом итальянском кинофильме, следствие закончено, забудьте, то он сильно ошибается. Я рекомендую всем посмотреть интервью адвоката Ерлана Газымжанова Вадиму Барека, который наконец-то согласился, что все, что произошло 9 ноября прошлого года в ресторане БАО в Астане, это статья 106 Уголовного кодекса. Причинение вреда здоровью, повлекшая смерть по неосторожности. Я считаю Газымжанова очень сильным и грамотным адвокатом, который, несмотря на сильнейшее давление суда против него лично, несмотря на сильнейшее давление толпы в соцсетях, сохранил и защитил профессию адвоката в нашей стране, обязанность которого защищать интересы обвиняемого в суде, оказывая квалифицированную юридическую помощь. Брат Нукеновый по-прежнему не хочет лишаться статуса восходящей вот этой звезды на политическом небосклоне, раздает интервью налево и направо, причем во всех интервью он врет, как дышит. Заявил, что Бешимбаевы продали ресторан БАО за 5 миллиардов тенге, чтобы купить присяжных или что-то в этом роде. Ну, сплошное вранье. Это же легко проверить. За язык его никто не тянул. Запомните, про возможную подку присяжных или неправомерное давление на них говорит только вот этот психопат. Рано или поздно эта история всплывет. Почему он так нагло и беспардонно врет уже на протяжении полугода? Почему ему все сходит с рук, включая его покушение на убийство 20 марта прошлого года, когда он чуть не убил Бешимбаев? Да потому, что у него мощная крыша наверху, невидимый режиссер спектакля а-ля суд над Бешимбаевом поддерживает этого психопата. Помните, в последней передаче неделю назад я приглашал всех присяжных в нашу студию? Никто не откликнулся. Это наводит на подозрения и размышления. Пишите нам, дорогие друзья, что вы думаете обо всем этом. Суд над Бешимбаевом, который был открытым и гласным, это, конечно, достижение, но этот процесс он же выявил все авгиевые конюшни, накопившиеся в органах следствия, прокуратуры, судмедэкспертизы и судопроизводства в целом. Нет единообразия закона. Недавно в Алматы осудили одного нелюдя, который убил четырехлетнего мальчика. Бешимбаев нанес ему несколько сильных ударов кулаком по голове и отбил все внутренности. Судья дал ему 20 лет. Почему не 24? Почему не пожизненное? Вот здесь прокурор обязан был просить пожизненное. И суд вполне мог поддержать пожизненное заключение для этого изверга и подонка. И, выражаясь языком адвоката Вранчева, осудить этого зверя в человеческом обличии, мы бы осудили и предупредили всех остальных потенциальных извергов, преступников, что за убийство ребенка всех ждет высшая мера, пожизненное заключение. Разве не так? У всех у нас дети и внуки. Известный вопрос в соцсетях. А если бы с вашей дочерью поступили так, как Салтанат хочу переформулировать и задать всем вам? А если бы так поступили с вашим внуком, с вашим маленьким любимым сыночком? Извините за такое страшное сравнение. Я даже на расстоянии чувствую, как у вас похолодело все в душе. Становится страшно. В который раз я вспоминаю слова Достоевского. Счастье человечества не стоит слез одного замученного ребенка. За умышленное убийство с особой жестокостью ребенка только одно наказание. Пожизненное. Лучше, конечно, расстрелять. Но у нас нет смертной казни. И сравните теперь. Вот за причинение вреда здоровью, да, повлекшее смерть по неосторожности, и за умышленное убийство ребенка, одинаковое наказание по 20 лет. В Уральске мать девочки, в изнасиловании которой обвиняются четверо подростков, требует оправдать их. Она отправила письмо президенту Тукаеву и в комитет по правам человека ООН с просьбой обратить внимание на незаконность и неправомерность в отношении обвиняемых подростков, которые в следственном изоляторе находятся почти год. Суд проходил в закрытом порядке. Мать девочки заявляет, что ее дочь оболгала их. Она не была изнасилована. Этот факт подтвержден всеми судебно-медицинскими экспертизами. Имеются неопровержимые факты пыток над подростками в СИЗО. Заявления родителей подростков не рассматривались полицией. По этому делу три раза сменялись следователи. А поступила она в суд через 8 месяцев. Прокурор заявляет, что их вина доказана и просит наказание о лишении свободы от 7 до 20 лет. Суд должен вынести приговор 31 мая. Вот если все, что говорит и пишет, открыто она пишет, мать этой девочки, абсолютная и правдивая, и достоверная информация, то наш суд, вы знаете, он не только орган уголовного преследования и карающий орган. Даже прокуратура не нужна. Это же полный беспредел вообще. Наша редакция будет следить за развязкой этого нашумевшего дела. Министр просвещения Гани Бесимбаев прокомментировал инцидент с религиозной лекцией для школьников, передает Тенгри Ньюс. Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в правительстве, министр подчеркнул, что религия и школа должны быть строго разделены. Школа должна заниматься предоставлением качественного образования и воспитания. Я придерживаюсь этой позиции. В казахстанском сегменте соцсетей продолжается бурное обсуждение о религиозных атрибутах в школах и вузах, а именно хиджабов и молельных комнатах. Основное требование сторонников – человек должен иметь возможность молиться в школе и вузе. Главный аргумент противника – мы живем в светском государстве, где религия отделена от государства. Все верно. Мы живем в светском обществе, все должны следовать букве закона, я считаю, что хиджабы, молитвенные комнаты, религиозные лекции – это лишь первые шаги к полному скатыванию фундаментализма. Относительно молитвенных комнат, вузах и школах – все просто. Согласно статье 7, пункт 3, Закон о республике Казахстан о религиозной деятельности и религиозных объединениях, так называется закон, да? Цитирую. Не допускается проведение, совершение, богослужение, религиозных обрядов, церемоний или собраний, а также осуществление миссионерской деятельности на территории и в зданиях организации образования, за исключением духовных, то есть религиозных организаций образования. То есть призывы создавать молитвенные комнаты для какой-то религиозной организации в школах и государственных вузах оказываются призывом нарушать закон. Универсальной модели светского государства в мире не существует, но есть принципы, на которых оно упокоится. Это отделение государства от религиозных конфессий, не вмешательство государства во внутренние дела конфессий, ограничение влияния религиозных догм на законотворчество. Соблюдение вот этих принципов позволяет достичь светского государства. Статья 4 закона Республики Казахстан о свободе и вероисповедании и религиозных объединений гласит, религиозные объединения отделены от государства. И коль в школах откроют намаз хану, тогда надо и часовни открывать. Если в каком-то районе города, села компактно проживает славянское население, тогда нужно вводить в программу закон Божий, да, и священника выходит приглашать, чтобы он вел этот предмет. Мне кажется, если религия отделена от государства, а школы у нас большей частью государственные, то ни о каких, не только молитвенных комнатах, но и любых культовых элементах не может быть и речи. Закон един для всех. Во всех школах много лет назад была введена единая униформа. Это касается всех государственных школ в странах, позиционирующих себя как светские государства. По закону. Подобное делается для того, чтобы дети получили равные возможности в образовании, да, имели одинаковую стартовую позицию, даже в плане одежды в школе. Показателен пример вот подобной ситуации в Турции, когда в 2005 году преподаватель стамбульского вуза подала в суд на высшее учебное заведение за то, что ей запрещали носить хиджаб. Потом она отправила апелляцию в Европейское бюро по правам человека. И там был вынесен вердикт, который содержал вот такой аргумент. Послушайте внимательно. Запрет приходить в вуз в платке не связан с ущемлением ее прав. Он связан с защитой прав других людей. Хиджаб, молитвенная комната не должны быть предметом политического спора или дискуссии. В Казахстане есть единый закон, который записан в Конституции Республики Казахстан. Мы остаемся светским государством. Требуются специалисты до 45 лет. Часто можно встретить такие объявления, перечеркивающие надежды людей предпенсионного и пенсионного возрастов на шанс найти работу. В 2021 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала глобальный доклад по проблемам эйджизма, в котором отмечается, что половина населения мира проявляет дискриминацию к пожилым людям. Причем, наибольшая распространенность вот этого явления наблюдается в странах с низким уровнем дохода и с уровнем дохода ниже среднего. С дискриминацией по возрасту сталкивается ежегодно все больше казахстанцев в категории 50+. Для решения этого вопроса правительство еще два года назад запустило программу «Серебряный возраст» для того, чтобы люди предпенсионного возраста могли трудоустроиться. Однако, к сожалению, начинание Кабмина не решило проблему людей предпенсионного возраста. Более того, по мнению экспертов в сфере трудового права в Казахстане лица предпенсионного возраста практически никак не защищены от увольнения. Даже если возраст у нас предпенсионный, скажем так, но колоссальный может быть опыт и квалификация у этого человека. То есть, поэтому просто брать и говорить, что этот возраст мы не берем, а при найме, это абсолютно неверно. Есть молодое поколение, которое без опыта, но с кучей дипломами. То есть, аналог, практика, это очень важный опыт. Соглашусь с экспертом, опыт, как говорится, никуда не денется. Люди в возрасте это огромный источник знаний и опыта. И задача государства постараться активно задействовать их потенциал, обеспечить их полноценное и значимое участие в общественной и политической жизни. И, к сведению работодателей, трудовой кодекс в статье 6 гарантирует, что никто не может подвергаться какой-либо дискриминации при реализации трудовых прав, в том числе из-за возраста. В законе так записано. Однако, стоит отметить несовершенство законодательства в сфере трудовых отношений. Единственная норма, которая защищает работников, которым осталось менее двух лет до достижения пенсионного возраста, установлена статьей 53 Трудового кодекса. Она гласит, работники могут быть сокращены или уволены ввиду несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, только при условии наличия положительного решения комиссии, созданной из равного числа представителей, работодателей и представителей работников. военный аналитик Скотт Риттер утверждает, что несмотря на позицию президента Зеленского и Запада, Украина отступает и не стремится к гибели своих граждан в войне. Киев не готов воевать до последнего украинца, отмечает Скотт Риттер. Он подчеркивает, что украинцы не хотят умирать, несмотря на готовность их лидера и западных союзников к противостоянию. Соединенные Штаты вместе с подконтрольными западными странами, увеличивая объемы поставок оружия, Киеву делают все, чтобы затянуть спецоперацию по демилитаризации, денацификации Украины, заявили в Министерстве обороны России. А жители Германии публично предложили сбивать российские ракеты с территории стран НАТО, передает лента РУ. Старший научный сотрудник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге предложил странам НАТО сбивать российские ракеты над Украиной со своей территории, объяснив это законностью подобного шага. С таким заявлением военный эксперт выступил в одном из интервью, по мнению эксперта, наносить удары по российским ракетам и беспилотникам следует с территории таких стран, как Польша, Румыния и Словакия. Ну, умный, да, все-таки Ланг и свою страну Германию благоразумно не упомянул. Согласно статье 51-й устава ООН, а это было бы абсолютно легально. С точки зрения международного права это также выполнимо, заявил Ланг. Но с точки зрения международного права тогда Россия имеет право уничтожать ракеты и вооружение, предназначенное для Украины на территории Польши или Румынии. К этому неизбежно могут прийти, так что возможный военный конфликт между Россией и НАТО это не пустые разговоры. Президент Грузии Зурабешвили в интервью французской газете рассказал о своем разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Передает NUR.KZ как пишет издание на вопрос французского журналиста чего она ждет от европейцев в частности от президента Макрона Зурабешвили ответил их приезда. По словам президента Грузии Макрон обещал посетить их страну с момента ее избрания в 2018 году. Приезд Макрона должен произойти до начала избирательной кампании в сентябре. На кону стоит не только Грузия это вопрос окончательного освобождения Кавказа от советского менталитета и российского влияния. Никто здесь не хочет вступать в конфронтацию с Россией это очень важно для будущего Европы включая безопасность Европы заявила Зурабешвили. Она также отметила что ждет Макрона с визитом в день независимости Грузии то есть сегодня 26 мая. Вот о каком советском менталитете идет речь? Я объездил всю Грузию вдоль и поперек. Неоднократно бывал в Армении и Азербайджане. Вот просто поверьте как говорит один судмедэксперт просто поверьте никакого там советского менталитета нет. есть наоборот прагматизм в отношении России. Подавляющее большинство прекрасно понимает что с Россией жили столетиями вместе, что на российском рынке можно и нужно зарабатывать в отличие от рынка Евросоюза. Президент Зурабешвили родилась и долгое время жила во Франции. Разумеется что она будет поддерживать Макрона который всерьез считает себя новым Наполеоном объединив как говорится всю континентальную Европу против России. Но в одном можно все-таки согласиться с грузинским президентом никто здесь не хочет вступать в конфронтацию с Россией. Это точно. Никакой масштабной русофобии в Закавказье нет. Никто серьезно не говорит о каком-то там российском влиянии. Если Макрон все же приедет с визитом в Грузию то он вряд ли добьется результата потому что сегодняшняя Грузия она стремится к миру и процветанию а не к войнам. На этом у нас все. Всем всего доброго и до скорых встреч.